На счету задержанного уже 4 эпизода преступной деятельности. Показания он начал давать сам. Следователи подозревают, что это далеко не полный список криминальных приключений. Своих несчастных жертв преступник выслеживал по-разному. Одних встречал прямо на улице, других высматривал в кафе или заманивал за угол под самым житейским предлогом. Извините, вас там кто-то спрашивает. Последняя жертва отделалась синяками и спугом, а вот предшественнице повезло меньше. 3 марта в одной из квартир многоэтажного дома постучала окровавленная женщина. Ей пришлось преодолеть трудный путь, чтобы позвать на помощь, но скорая уже не успела. 3 марта встретила около 3 часа ночи девушку. Она направлялась в сторону Южного. И я решил ее ограбить, доходя до 57-й школы в Урл безлюдное место. И зашла она в тематуру. Тут я к ней подбежал. И несколько раз ударил ножиком в шею. Именно внезапность, по словам следователей, помогала задержанному так долго оставаться безнаказанным. Будь у потенциальных жертв пару лишних минут, любая из них смогла бы дать отпор и скрутить обидчика сама. Одной девушке даже удалось отнять у него нож. Видимо, этот опыт и подвиг его всегда действовать из-под тяжка. Разворачивайте, бьете. Она что-то говорит при этом? Да, да, да. Что она сказала? Дорогой дигер, друзья. Я ее, может, потаскиваю еще раз. Ну еще раз, скажите как, еще раз. Исходя из этого, предварительно можно сказать, что если подтвердятся еще все и остальные эпизоды преступной деятельности, то молодому человеку угрожает наказание вплоть до прорезинного лишения свободы. Спасибо.